Вот теперь машите, передавайте приветы. Давайте. Все, удачи вам отдыхать. Давайте. Всего хорошего. А я поплыл дальше. Все, отправляюсь в путешествия. И посмотрим на Лазаревскую глубину птичьего полета, хотя бы было сказать. Я теперь понимаю, что надо головой винтить поменьше вправо-влево, но и руками поближе к себе, чтобы в кадр меньше попадали. Ну, так не получится, ребят. Буду плавать как могу, а то пойду ко дну. Вода вообще классная, не знаю. Вот так вот вам покажу. О, смотрите. Я вижу дно вообще полностью. Теплая, замечательная водичка. Ну, передать вам ее не могу. Вот эффект моря, пожалуйста. Эффект того, что вы глубоко в море тоже. Вблизи покажу вам колесо обозрения, всю Лазаревскую. Не знаю, правда, как смотрит камера, вот честно говорю вам. Вот так руби. Вверх, так вроде чуть-чуть надо вниз. Щихила, знаете. Неопытный я еще в этом деле. Тут же надо еще уметь головой вертеть. Может ее чуть-чуть опустить. А может и не стоит. Но, когда плаваешь, все это делать не очень удобно. Что-то мне такое ощущение, что я вам небо показываю. А закрутил-то хорошо. Ладно. А после посмотрим, что получилось. Тут не угадаешь. Еще немного догоню йогов. Ну, за техническую зону заплывать не буду. До бойков, до вот тех дальних проплывов. В качестве анонса скажу вам, что вчера снимали всю дорогу. Ну, не всю дорогу, груз всю дорогу не снимали. Снимали пробки. А вот всю дорогу сняли от Туапсе до Лазаревской полностью. Скоро этот ролик вы увидите. Он уже грузится. Он там большой достаточно. Емкий, как вы понимаете, больше часа. Там я немножечко накосячил, правда, в ходе монтажа. Я не знаю, почему в ходе съемки все вот эти вот ролики перемешались. И мне пришлось восстанавливать уже хронологию, но все-таки накосячил. Как-то так. Саму пробку в Туапсе показал чуточку неправильно. Поменял местами кадр нечаянно. Ну, думаю, это не смертельно. А вот сама дорога от Туапсе до Лазаревской в полном объеме все как и должно быть. Вот, так что смотрите. Ну и вообще скажу, что были пробки в горячем ключе перед Джугбой в Дефановке, чего не было очень давно. Да, в Дефановке, да, поселка Горская. Большие пробки, действительно, их не было, я не помню уже. В этом году точно не было. Да и в прошлом году их было очень мало. Вот. Ну и вообще. В общем, поснимал, посмотрите. Там прикольно, красиво. Природа. В горах едешь. Может быть, будет интересно. Но если долго. А ролик долгий. Часть ролика я еще не смонтировал там, потому что непонятные кусочки. Я их методом удаления, точнее, то что вот, то что дорогу от Туапсе до Лазаревской снял, удалил. В общем, запутался. Потерялся. В общем, будет интересно, смотрите. Но поймите, понимаете, что это нудновато. Слегка смотреть там час-полтора. Ну, мы с Михаилом там обсуждаем всякие различные темы. Болтаем. В общем, не судите строго там особо там. Я знаю, что найдется обязательно кто-нибудь там, кто скажет, что вы за херню сняли. Может быть, он и прав. Как бы вот так. А мы с вами заплыли на глубину причала. А вон, девчонки, смотрите, там еще дальше заплывают. Так что не ругайтесь на меня. Так. Чуть-чуть понимаю, что камера опять косо. Что снимает, непонятно. Ты понимаешь, что надо было поставить чуть-чуть другой обзор. Наверное, побольше угол. А я сделал коротенький. Поэтому я не удивлюсь, что если второй блин тоже выйдет комом. И только третьей дальней семье родне, а четвертой мне. Ну, извиняйте, я так учусь. Зато все желающие могут со мной вот прогуляться в море. Водичка действительно очень теплая, прозрачная, хорошая. Хотя мне больше нравится шторм. Ну, его снимать прикольнее. Он красивее и интереснее. Вот. А по такой водичке здорово плавать. Ну, что. Глубину вам показал всю. Ну, и уже, в принципе, сушу слегка показываю. Ну, такой глубине обычно плавит. Так, а тамаранах нет. Бывают и поглубже, конечно. Ну, как-то вот так. Народ потихонечку, потихонечку подтягивается на пляж. Ну, я вам скажу, что заметно поменьше, чем вот, допустим, дней пять назад с утреца. Заметно, а то было побольше народа. Ну, заметно, что поменьше, а то было побольше, конечно. Так, наверное, и будет. С каждым днем теперь будет все меньше, меньше, меньше. Все-таки, ребята, уже конец августа. Сейчас, числа двадцать пятого, будут отъезжать родители с детьми, школьниками. А потом, числа двадцать пятого, начнется опять массовый заезд. Хотя, опять же, повторю, что этот год вообще непонятный и неизвестно, что там, да как там. Какой будет заезд массовый, не массовый. Что-то я опять что-то кривоко садил. Не пойму, ну ладно. Как бы вот так, короче. Не знаю, накапало там на камеру или нет. Брызгами. В общем, смотрите сами. Что касается звука в воде, не знаю. Вот видите, тут еще ветерок. Тут, даже если я куплю самый дорогой в мире микрофон, надо чтоб он был еще и подводный. Так как намочишь его тут сразу, все-таки в воде плаваешь. Ну, надеюсь, что-нибудь дослышно. В принципе, конечно, можно поплыть и в Турцию. Раньше я доплывал до того причала у Прометея. Туда, потом обратно. И вот где-то вот так вот я плавал порядка часа минимум. Бывало и больше. Бывало даже за Прометеей туда, в сторону Багратиона. Ну, сейчас я разленился. Сейчас же у меня теперь съемки. И я теперь думаю о другом. Что кажется, мне все время кажется, что я косо надел опять эту шапку. Пушенку. Что все-нибудь так. Что не тот обзор. В общем, проверяю. Что вы все смотрите на мои руки. Как сказали там, волосатые в меру. Ну, или просто волосатые и загорелые. Вот. Ну, да. Малать загорел. Причем целенаправленно я не загорал. Вот все мои походы по пляжам. Слоями. Слой за слоем вот так вот сделали меня причемненьким. Вот. Ну, а йоги ушли уже далеко-далеко в море. Прикольно. Интересно. И как-нибудь надо будет попробовать и снять репортаж. Ну что, минут 10-15 мы поплавали, наверное, точно. Побегу, наверное, потихонечку домой. Я бы еще, конечно, плавал с радостью, но сегодня, как вы слышали, точнее, услышите, сотрудники газовой службы придут. И есть еще ряд вопросов, которые требуют неотлагательного решения. Ну, а в промежутке между этими делами надо еще успеть что-нибудь снять и показать вам. Хотя, если быть откровенным, на сегодня у вас уже будут ролики. Скучать вы сегодня не будете, а вот на завтра есть такой риск поскучать. Так, уже ветерок дует и брызги летят в камеру. Ну, а от вас, ребята, жду предложений, что бы вы еще хотели снимать, чтобы я поснимал. Нет, давайте так. Я выложу свой почтовый ящик, вот, и предложение, наверное, бы туда. Сейчас я специально создам ящик для Яндекс.Зена. И вот как раз этот ящик, наверное, сделаем ящиком для ваших пожеланий и предложений. Потому что, ну, есть такая вероятность, как мне говорили, что я сам пару раз уже убеждался, что шпионы кругом. Не знаю, давайте лучше так. Лучше перебить, чем не добить. Короче. Ну, а я отправляюсь в сторону Катамаранов, в сторону базы, откуда я только что недавно выплывал. Опять же, если что, не ругайтесь строго. Я имею в виду просъемку. О, девушка с веслом. Это я удачно. Правда, я не уверен, что я сниму ее в кадре правильно, так как не вижу вообще теперь ничего. Ну, и не с той стороны, с подсвеченной. Вот, ну, вот буду смотреть и провожать. Сразу видно профессионализм, летящая походка, как говорится. Я вышла из мая. И сейчас девушка сто процентов догонит свою группу. Смотрите, я думаю, пролетела просто. Ладно, мне такая еще учиться и учиться. Это так кажется просто, что вот на доске так просто взял, встал и поплыл. А нет, сначала надо как-то почувствовать равновесие. Короче-то, это надо уметь. Я не умею пока. Честно говорю, могу намахнуться прям тот же с доски, прям на берегу. Хотя, чего же я так себя. Вон, новички тоже же плавают, ничего. Нормально. Все получается, я не хуже. А может даже вообще как стану, как поплыву. Такие, как я не тонут. Шучу. Тонут. Я никакой. Ну, а мы приближаемся к берегу, товарищи. Наверное, это вам будет и более интереснее, чем смотреть в сторону Турции. Турции. И нифига еще не видно. Просто море, морская гладь и все. Тут как бы жизнь, люди, горки, катамараны, все тут. Я не знаю, ветерок, возможно, накапал-то мне на объектив, поэтому нифига не видно. Также, наверное, нифига меня не слышно, но как бы вот так, что получилось, то получилось. Во всяком случае, я старался. Часто практиковать не буду, так как это может вам надоесть. Хотя, судя по тому, что вы любите смотреть море. И вот, кстати, утренний обзор, как правило, набирает всегда больше всего просмотров. У меня складывается впечатление, что вам не надоедает. Скорее, мне надоедает снимать одно и то же. А вам интересно. И хорошо. И хорошо, тогда просмотры не будут падать. Ну что, смотрим на колесико обозрения. Надеюсь, вам видно все хорошо. Ну и мы с вами совершили такую маленькую водную прогулку в акватории пляжа Лазурное. Сами все видели, что у нас колесико обозрения. Осталось 25-30 метров. И я твердо почувствую, ну, под своими ногами камни. Это мне нравится. Знаю, что некоторым товарищам мне нравится галька. Им нравится песочек. Ну, кто-то говорит, на вкус и цвет товарищей нету. А я вот, наоборот, не люблю песок. Я не знаю, мне кажется, что он ко мне все время прилипает, со всех сторон там везде. Неудобно, но некомфортно. Я бы предпочел гальку. Может быть, да. Может быть, мне хотелось бы, чтобы галька была таких мелких размеров, сантиметра два-полтора. Но у природы как бы свои видения на это все. И вот речка вымывает камни, и эти камни уже не одно тысячелетие выносят сюда на берег, и они откираются. И вот пока горы все не сотрутся, будут такие камни, будет такая галька. Вот. А что-то нарушится баланс. Вот вы видели, что случилось на пляже Фламинго. Видите, как увеличивается чайка. Ну, а про Адлер, который смыло там весь полностью, я так понял, пляжи, вы тоже наверняка слышали. Ну, в любом случае, посмотрите новости. Кому интересно, в том числе про Адлер. Итак, мы уже с вами почти на берегу. Я уже вижу катамараны. И сейчас еще одна досточка отправится в путешествие по морю. Аккуратно. На берегу нельзя сильно там винт. Не винт, а это как... Короче, фигня такая. Сзади. Плавник. На берегу нельзя было так сильно садиться. Это даже я уяснил. Нет, пока я еще не стою. Ну, а теперь же все. Вот вам еще картинка. Приплыли. Ну, все, друзья. Тоже заканчивается. Всем пока. Привет из Лазарьского. До новых встреч в эфире. Побежал вам все это выкладывать. Не знаю, что получилось в этот раз. Всем пока. А нет, не все. Смотрите. 27 градусов вода. 30 воздуха. 17 августа. Вот так вот было. Сегодня 118. А вот вам цены. Все равно спрашивайте каждый день. А я показываю каждый день.